Летось у формирования областного бюджета удельничали 19 тысяч юридичных особ. Основные укладу несли пять предприемствов. Это Мазырский НПЗ, Гомель Энерго, Беларусьнафта, Гомель Транснафта Дружба и Гомель Аблгаз. А в важных изменениях у податковым кодексе, які отыщатся деяностей предприемствов, разважались сегодня подчас брифингу с уделом керавництва инспекции Министерства по податках и сборах Республики Беларусь по Гомельской области. Большаясть изменений, адлюстрованных у новой редакции податкового кодекса, накеравана на спрашенне вядение предприемницкой деяностей и снижение податковой нагрузки. Например, отменено 10-разовое повеличение ставок по податках за неэффективное выкористание майомости. Ставка земельного податку на участке, где размещены автомобильные заправочные и газонаполняльные станции, изменена с 3 до 2%. Так само отбылось и снижение ставок акцизов на бензин и дизельное палево больше, как на 20%. А кроме того, у новой редакции знайшли место изменений, накераванное на повышение инвестиционной привабности Беларуси. Субъекты предпринимательской деятельности, которые возводят объекты недвижимости, раньше, до 2019 года имели право на льготу в течение первого года, когда они возвели объект на недвижимость. Теперь этот период расширен до 5 лет с применением коэффициента от 0,2 до 0,8. А также на этих субъектах предпринимательской деятельности, которые в 2019 медали будут вводить объекты недвижимости, не распространяется решение местных советов депутатов об увеличении ставки налога на недвижимость и налога на землю до коэффициента 2-2,5. И таким образом, при вложениях в 1 миллион белорусских рублей за 5 лет компенсационные выплаты, вот эти льготные выплаты составят более 12%, что позволит субъектам хозяйства направить свои денежные средства на расширение своей производственной состоятельности и дальше инвестировать в Республику Беларусь.